Утро с Веснушкой и Кипитошей Советский российский певец, композитор, поэт, актер, продюсер, народный артист Российской Федерации Олег Михайлович Газманов. Доброе утро! Всем привет! Ничего себе, как рад я проснулся сегодня. А мы вот так вот каждое утро. Все для детей. Многие так удивляются, как это я смог вот так рано проснуться и главное прийти еще куда-то. Ну, спасибо вам большое за то, что вы проснулись и пришли. Мы очень рады вас видеть. Ну и первые вопросы, конечно, у нас к вам. Их немало. В основном в телеграм-канале нашем все ребята спрашивают, у меня хороший голос, как стать певицей, певцом. Вот как раз ваш фестиваль, мне кажется, родники, дети может помочь в этом ребятам? Да, может. Так, может. А как? Ну, во-первых, это уникальный фестиваль, не похожий на другие, не похожий на конкурс. Вот знаете, есть голос «Дети» и другие конкурсы. Почему не похожий? Потому что все-таки телевизионные конкурсы, они устраиваются в основном для поднятия рейтинга телевидения. Что вот мы какие телевидения молодцы, а дальше как? Куда дальше идти? И, как правило, детям не хватает нечего петь. То есть мало тех песен, которые могли бы дети спеть на конкурсе. Поэтому иногда поют там не наши, не российские песни, не русские, поют западные песни. Вот. Наш конкурс призван сделать так, чтобы детям было что петь. Причем у нас сочиняют и профессиональные поэты, песенники, значит, и композиторы. И в то же время сами дети сочиняют. И вот это удивительно, конечно, у нашей жюри, нашего фестиваля, когда мы отбирали лучших и лучшие песни, обнаружилось, что дети сами для себя интереснее и лучше пишут, чем взрослые. И даже в некоторых случаях только чуть-чуть поправить, даже поправлять не надо. Вот, например, взрослый человек не может написать песню, где он говорит «Я лев». Девочка написала «Я лев». Девочка? Да, девочка написала песню «Я лев», например. То есть дети, у них фантазия такая. Я считаю вообще, что все дети, без исключения, рождаются гениальными и счастливыми. Потом их воспитывают, перевоспитывают, и они становятся взрослыми и несчастными. Ну, а мы своим фестивалем хотим сделать так, чтобы детям было что петь, чтобы они свои гениальности и счастливости воплотили в свои песни и на радость всем нам. Вот я согласен. Мне, например, тоже не нравится, когда дети поют взрослые песни. Ну, чужие какие-то. Ну да, но вот у меня, правда, удивительная история со мной, как с композитором. То есть я, когда думал, что пишу песни для детей, то есть когда мой сын, старший сын, Родион, был маленьким, он в 6 лет спел песню «Люси». Да. «Люси» и я, собственно, написал эту песню про девушку, которую звали «Люси», но потом я переделал эту песню, и она стала, эта песня стала про собаку, которую звали «Люси», которая пропала. А, так у вас сначала девушка потерялась? Да, то есть я писал взрослую песню. Потом я написал песню про Ямайку, там «Не снится», «Ночами», «Ямайка», такую песню про остров Ямайка, где в стиле регги все поют. И вот то, что я писал для детей, очень зашло и нравилось взрослым. А те песни, которые я пишу для взрослых, например, вот одна из таких свежих моих песен, это песня «Вперед Россия». Удивительно. Дети практически, ну, мне все мои друзья, и не только друзья, посылают, как дети поют эти песни. Вот такие серьезные песни про страну. И, кстати, очень интересно то, что дети очень хотят, особенно вот это поколение детей, вот этого нашего века и нашего времени, не начало 90-х, да, вот нашего времени, они все хотят петь про страну, про Россию, про прекрасную Родину, про помощь нашим воинам, которые на СВО. Вот такие дети у нас сейчас. Это хорошо. Кстати, а песен таких маловато. У нас этих песен больше, чем где бы то ни было. На фестивале? У нас фестивали детские и взрослые. И там, и там дети об этом задумываются и пишут в помощь нашим воинам. А говорят, что у вас даже не просто фестивали, а целая экосистема родники. Это вот что значит? Экосистема родники? Сейчас объясню. Так получилось, что когда мы это затеяли, мы думали, что если нам еще тогда детского не было, вернее, нет, сначала было общий. И детские, и взрослые, мы в одном флаконе все делали. Но мы, правда, не ожидали, что такое количество детей возникнет. И поэтому потом мы разделили. Но вот вначале было как? Мы думали, что если нам пришлют 500 песен, то мы в порядке. Из 500 песен-то мы выберем хорошие песни? Ну, когда нам в течение года, за год примерно нашей работы, прислали около 20 тысяч произведений. Вот вы представьте себе, что такое отслушать? Отслушать просто 20 тысяч песен. Это сделать невозможно. Но надо как-то было их отфильтровать. Поэтому мы сделали так, чтобы экосистема, та система, которая сама себя эволюционирует внутри себя и улучшает сама себя. А как она должна улучшать? То есть мы... У нас жюри не было вначале. У нас зрители сами отсеивали самые такие нехорошие песни. То есть не то, что нехорошие, а слабые. Вот так, слабые песни. И вверх продвигались самые лучшие. И уже там как бы мы снимали сливки. Это раз. Во-первых. Во-вторых, у нас система постоянно как бы эволюция происходит. То есть постоянно мы выдумываем какие-то новые рубрики, новые варианты там песен, новые конкурсы и так далее. То есть сама система сама улучшается. И эволюционирует, и становится все лучше и лучше. Вот как-то так. Утро с веснушкой и кипитошей. Так, ну что ж, мы поняли, что всех нас в скором времени ждет потрясающий фестиваль. Ну и, как всегда, в конце нашей встречи с гостями мы всегда устраиваем маленький блиц. Здесь на вопросы надо отвечать очень быстро. Вы готовы? Да. Да. Ну тогда поехали. Быстрый вопрос. Быстрый ответ. Так, пятьдесят раз отжаться или пятьдесят раз подтянуться? Отжаться. Уметь становиться невидимым или понимать язык животных? Понимать язык животных. Морячка или... Моряк. Рыбачка. Моряк. А, морячка или рыбачка? Это моряк. Рыбачка. На рыбу не переносит. Жить в крупном городе или в маленькой деревне? В деревне. Идти под парусом или грести веслами? Под парусом. Получить честную тройку или незаслуженную пятерку? Пятерку. Цепелины или клапсы? Цепелины, конечно. А что это такое? Да. А это такое, кстати, цепелины от народной литовской кухни, такая вкусняшка, между прочим. Шапокляк или фрекенбок? А еще, кстати, цепелины, это еще воздушные такие сооружения. Да, да, есть такое. Но вкуснее вот то, что в Литве делают. А клапсы, это шарики такие, я знаю, мясные. Правильно? Нет, они такие вытянутые. Вытянутые шарики. А какая женщина вам больше нравится? Шапокляк или фрекенбок? Ту, которую любишь. Кино черно-белое или цветное? Цветное. И самый сложный вопрос. Капибара или кукабара? Кукабара, конечно. Почему? Ну, она же кука. Она же бара. Спасибо вам большое за интересный разговор. Вот вам подарок на память. Наша фирменная Дженга. Играйте всей семьей. Ура! Вот это да. А мы так понимаем, что вот эту гармошечку вы нам оставляете для музея детского радио? Я хотел ее назад забрать. Но раз вы так сказали, я же не могу ее теперь. Я на ней даже попробую расписаться. Это моя любимая гармошка. Кстати, на этой гармошке я сыграл песню «Доча», «Танцую пока молодой», «Песню паруса». Я на ней столько всего сыграл. Она такая рабочая, настоящая. Очень красиво звучит. О, спасибо за подарок. Спасибо за чудесное утро. Мы вам желаем всего самого-самого классного. Ну, а вам, ребята, всем говорим «Пока!» Утро с веснушкой и кипитошей. Детское радио!